Слэш-хоккей появился сравнительно недавно. В 1990 году были приняты первые официальные правила, а уже в 1994 его включили в программу зимних паралимпийских игр. В России этот вид спорта развивается с 2009 года, а вот для Мордовии он еще совсем новый. Соревнования по слэш-хоккею столицы республики принимают впервые. Они объединили с собой шесть команд из пяти разных городов. Это Нижний Новгород, это Саратов, это Волоково, это Кузнецк и это, конечно, команда Саранск, которая стала работать с июня этого года. До начала первых матчей во Дворце культуры МГУ имени Огарева прошло торжественное открытие турнира. И хоть хоккей и спорт жесткий, но в зале царила дружеская и почти семейная атмосфера. Это отметил и министр спорта и молодежной политики Александр Савилов. Он подчеркнул, соревнования по слэш-хоккею в Мордовии проводятся в первый, но не в последний раз. Я надеюсь, это станет доброй традицией. Ну а мы от Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия, от правительства Республики Мордовия, лично от главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Зунова будем делать все, чтобы вам было максимально комфортно. И такие мероприятия у нас проводились как можно чаще. Участники турнира еще совсем юные ребята. И, конечно, им хочется стремиться к вершинам в своем виде спорта. Секретом успеха с ними поделился профессиональный хоккеист Клим Костин. Большой труд первого года. И моя близкая семья, это самый главный залог успеха. И на самом деле жизнь-то больше, чем спорт. На этом жизнь не прекращается. Инклюзивными стали не только сами соревнования, но и творческие номера, которые подготовили артисты. На сцене выступил профессиональный хореографический коллектив «Саншайн». Проникновенную песню исполнила Софья Бабич, вокалистка с ограниченными возможностями здоровья. А жизнеутверждающий танец показала спортивная, инклюзивно-танцевальная команда «Ника Дэнс». После открытия турнира начались и первые матчи. Они прошли на Саранск-арене. В слэш-хоккей играют люди с двигательной дисфункцией. Вместо коньков специальные сани. Вместо одной клюшки сразу две. Они нужны и для ударов по шайбе, и для перемещения на льду. Мордовию представляет команда «Сиежар». Для юных слэш-хоккеистов это первое соревнование. Я жду хорошего катания, естественно, взаимодействия друг с другом, также помощи, потому что у нас при падении ребята пока не совсем справляются с тем, чтобы встать обратно на санки. И я надеюсь, они будут друг другу помогать. Ну, естественно, также будут помогать и люди на льду. Но, тем не менее, взаимодействие и также, в принципе, хорошие игры. Первыми «Саранский лед» опробовали команды «Торпеды» из Нижнего Новгорода и «Форсаж» из Балакова. Несмотря на юный возраст участников, они отчаянно сражались на ледовой арене. У меня настроение боевое. Я рад, что мы вышли и будем сейчас играть. Результатов пока сказать не могу, но думаю, будут хорошие результаты. Матч со счетом 3-1 завершился победой «Торпеда». Однако в следующей игре против команды «Волга-Следж» она проиграла со счетом 2-1. Финальные матчи пройдут уже 30 июля. В этот день сыграют и хозяева льда. Команда Мордовии «Сияжар». Ирина Радайкина, Станислав Семин, Сергей Соколов. Народные новости.